А где мой телефон? Все, мне нужен организатор пространства. Кто такой организатор пространства и как он мне может помочь? Мы нечто между клининговыми компаниями и дизайнерами. Мы не моем, не убираем, но в то же время мы не создаем именно дизайн интерьера. Мы создаем удобство. И это может быть как удобство уже в жилом помещении, где люди уже живут и просто хотят навести какой-то порядок. Или же с самого начала мы можем помочь спроектировать мебель под потребности клиента нашего. Основные ошибки, которые мешают нам на пути к удобству и комфорту. У нас вот еще остается, наверное, постсоветское. Это наши бабушки, родители. И в принципе еще и у нас тоже немножко это есть. Нам жалко расстаться, потому что вещь стоит денег. Да, мы ею не пользуемся, но она у нас хранится. За счет этого у нас меньше свободного места для нужных вещей. Появляется очень много хлама, тех вещей, которые живут, засоряют наше помещение, но ничего не несут в себе полезного и нужного. Нет особых привычек возвращать вещи на свои места. И здесь, когда уже пространство организовано, для меня это вот главный момент, главный пункт, с чего нужно начать, что поменять в себе. Верните вещь, дайте ей место, взяли ее, вернули ее. И контейеризация. Контейнер – это такой один из главных инструментов. Контейнер или органайзер. Так мы складываем. Потому что если у нас какая-то какая-то большая пространство, какая-то большая емкость, там полка большая или выдвижной ящик комода, то есть, конечно, все это начинает потом приходить в беспорядок. Это все в перемешку. Но когда у вас есть контейнеры, органайзеры, корзиночки, то все это очень эстетично, очень компактно, и это все не раскидывается по квартире и по помещению. А теперь несколько практических советов, которые помогут вам организовать хранение вещей максимально удобно. То, что сейчас у меня в ходу. И вот такая идея с такой корзиной, я считаю, что замечательно. И раньше у меня книги лежали просто на полу около кровати, ну и теперь вот они таким образом стоят. Что касается носочков, то да, я покажу сейчас уже способ складывания, когда они не вытягиваются и очень компактно мы их можем хранить. Я могу показать, как, допустим, складывается кофта с капюшоном. Очень такая актуальная тема, потому что это, в принципе, модно и удобно. Как же сложить компактно? Вы тратите вот свое время для организации, да, конечно, вам достаточно приличное, но это нужно сделать просто один раз. И, конечно, когда вы наводите порядок у себя дома, у вас порядок появляется и в жизни, и в голове в том числе. Наведите порядок вокруг себя и наслаждайтесь теми переменами, которые появятся в вашей жизни. Татьяна Замарадская, Максим Юргин, Утренний коктейль.